И отдохнуть, и заработать. Впервые в одном из детских оздоровительных лагерей Волжского открылась трудовая смена. 50 подростков в возрасте от 14 до 18 лет занимаются благоустройством территории, а в свободное от работы время активно участвуют в жизни лагеря. С ребятами из трудовой смены познакомилась наш корреспондент Екатерина Караваева. В 8 подъем, в 9 уборка лагеря. График ребят из трудовой смены расписан по минутам. Подростки знают, именно они отвечают за красоту и аккуратный вид лагерной территории. И как замечают их руководители, ребята подходят к делу со всей ответственностью. На всей территории лагеря выкашена трава. Вся трава собрана. То есть никакой угрозы пожаров у нас, конечно, здесь нет. Собрана трава, вычищены линейки, дискотечная площадка, зеленая эстрада. Девочки пропалывают клумбы. Дополнительный стимул для подростков – это зарплата. 3000 рублей, которые они получат по прошествии лагерной смены. Каждый из них уже решил, на что потратить деньги. В основном ребята хотят купить подарки родителям или накопить на мечту. Новый велосипед, роликовые коньки, красивую одежду. Но помимо возможности заработать, молодежь видит еще массу преимуществ в таком трудовом отдыхе. Тут свежий воздух, машин меньше ездит, шума меньше. Хорошо кормят. А работа как идет? Работа идет отлично. Ну, сильно так не утруждаемся. Действительно, подростки работают в соответствии с трудовым законодательством. 14-15-летние по 5 часов в день, а те, кто постарше, по 7. Потом свободное время. Ребята из трудовой смены не остаются в стороне от культурной жизни лагеря. Например, Вероника Голанова стала местной королевой красоты, что помогло ей исполнить свое давнее желание. Я приехала в лагерь, чтобы заработать деньги на телефон. Тут был конкурс вниз лагеря. Я решила поучаствовать, выиграла, очень понравилось. Мне подарили телефон, который я решила подарить своей маме. Трудовая смена в Чайке открылась впервые. Ранее подростки, желающие летом заработать, ездили в Городищенский и Дубовский районы. Теперь же ребятам от 14 до 18 лет не придется отправляться далеко. Трудовая смена в волжских лагерях станет ежегодной. Ведь, как показал первый опыт, спрос на путевки очень велик. Спрос на эти путевки превысил предложение. То есть на 50 мест у нас получилось 80 заявок. Ни в коем случае у нас никто не остался за бортом. То есть всех ребят мы отправили, всех остальных 30 мы предложили им путевки в областной лагерь труда и отдыха ТОРа, либо места на территории городского округа Город Волжский. К слову, путевки для ребят абсолютно бесплатные. Все расходы, а это около миллиона рублей, взяли на себя муниципальный, областной и федеральный бюджеты. Причем большая часть денег, а это около 600 тысяч рублей, выделена из региональной казны. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба» из Среднеахтубинского района. Ахтубинского района.